Радио Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Продолжение следует... Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести «Северный Кавказ». С запада на восток. В эфире «Ставрополь». У микрофона Оксана Сочилова. Здравствуйте. Добросовестные участники российского рынка минеральной воды подключились к борьбе с контрафактной продукцией, начатой Кавмин-Курорт-ресурсами и органами власти. Заключен договор с одной из ведущих юридических фирм в области интеллектуальной собственности об оказании услуг, связанных с защитой прав на наименование места происхождения минеральной воды «Иссентуки-4» и «Иссентуки-17». Вынесено решение судов о признании контрафактной продукции водная компания «Старый источник» и «Меркурий». Но незаконная продукция продолжает реализовываться в ряде крупных торговых сетей. Пора поставить ей прочный заслон, считает генеральный директор предприятия «Холдинг Аква», в который входит Кавмин-Курорт-ресурсы Сулейман Вагапов. Сокровища нации. Во время работ по программе благоустройства «Комфортная городская среда» на крепостной горе в Ставрополе нашли самое большое строение Ставропольской крепости – фундамент, интенданство, пристройку и складские помещения. Там, где раньше работали экскаваторами, сегодня археологи с кисточками. Археологическую находку оценивают специалисты Краеведческого музея-заповедника и научно-исследовательского центра наследия. К столетию гибели царской семьи в Минераловодском округе установили 9-метровый православный крест-памятник. Он появился на холме у подножья горы Змейка по инициативе группы минераловодских казаков. К сентябрю планируется осветить крест, благоустроить прилегающую территорию и провести подсветку, чтобы композиция радовала взор не только днем, но и ночью. Общий вес конструкции – 4,5 тонны. Святыню изготовили в Волгодонске, а на месте собирали и устанавливали почти два дня. Около 75 кубометров бетона ушло только на основание, которое погрузилось в землю на 3 метра. Памятник сооружен на средство нескольких жертвователей. Впервые в лагере школы номер 41 в Ставрополе организована казачья летняя смена для детей от 10 до 17 лет. Каждый день насыщен событиями. Скучать или сидеть в интернете ребятам не приходится. Подвижные игры, занятия по владению арабником, шашкой и самобороне, туристические походы. Ребята также разучивают казачьи танцы, знакомятся с историей и обычаями, изучают основы православной веры. Девочки учатся носить воду на коромысле, как в старину. А самое приятное в такую жару, конечно же, купание в Комсомольском озере. Ставропольские арбалетчики оказались одними из самых метких на первенстве Европы. Наши земляки показали отличные результаты на соревнованиях в Эстонии. Ставропольские спортсмены успешно показали себя в составе сборной России. Повод гордиться дали Михаил Мирзоев и Яков Авдеев. Оба – воспитанники тренера детско-юношеской спортивной школы номер 5 Юрия Коломбета. Ребята произвели по 30 выстрелов с трех разных дистанций. Им удалось качественно отстреляться и получить высшую сумму баллов. Михаил Мирзоев стал лучшим в личном зачете, а еще завоевал первое место в составе российской команды в категории «Юноши до 18 лет». Его товарищ Яков Авдеев стал третьим в категории юниоры. Вести Кабардино-Балкария Ученые аграрии Кабардино-Балкарии ездят по районам республики. В рамках реализации программы по социально-экономическому развитию сельских территорий учеными Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета организована рабочая группа, которая провела выездные двухнедельные мероприятия во всех муниципальных районах КБР. Члены делегации встретились с руководством администрации районов. На этих встречах были обсуждены этапы внедрения программ стратегического развития, ранее разработанных учеными КБГО на базе данных комплексного мониторинга оценки резервов развития сельских территорий. А также Агровуз предоставляет безвозмездное научное сопровождение всех этапов реализации программ социально-экономического развития муниципалитетов. Специалистами муниципальных районов поднимался вопрос об острой необходимости системы подготовки и повышения квалификации кадров для сельского хозяйства республики в условиях работы на высокотехнологичных производствах. Первая в России кафедра профессиональной подготовки специалистов многофункциональных центров открыта в Кабинобалкарии на базе факультета Государственное и муниципальное управление Кабинобалкарского госуниверситета имени Бербекова. МФЦ КБР включает в себя 12 филиалов, два из которых в Нальчике, где предоставляется свыше 360 услуг. За год обрабатывается свыше 350 тысяч обращений граждан. Созданы и центры МФЦ для бизнеса. Получить госуслуги по принципу одного окна сегодня в Кабинобалкарии могут 100% населения республики. Светлана Афаунова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести. Северная Осетия. Глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров обсудил на этой неделе в Москве ключевые для развития республики вопросы с вице-премьерами Ольгой Голодец и Максимом Акимовым. Проектирование автодороги между Моздоком и Владикавказом и сроки начала строительства были обсуждены с первым заместителем председателя правительства России Максимом Акимовым. Речь шла в том числе и о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на финансирование дорожного строительства в республике. В перспективе республика может войти в национальный проект по созданию безопасных дорог. Вопросы реконструкции стадиона «Спартак» во Владикавказе Бетаров обсудил с вице-премьером Ольгой Голодец. По словам главы республики, осетинская футбольная школа на базе легендарного стадиона воспитала ведущих спортсменов Советского Союза и России Станислава Черчесова, Владимира Габулова, Валерия Газаева, Алана Дзагоева. Стороны договорились о выделении средств и начале реконструкции спортивного сооружения в 2019-2020 годах. Кроме того, Вячеслав Бетаров и Ольга Голодец продолжили разговор о дальнейшей реконструкции Национального музея республики и создании современного музейного комплекса, обсудили перспективы строительства хореографического зала в Колледже искусств имени Гергиева во Владикавказе и ряд других вопросов. В научном центре Северокавказского горно-металлургического института прошел круглый стол по реализации международного проекта «Эразмус». По встрече приняли участие представители вузов из Вьетнама, Германии, Австрии, Италии и России, обсудили будущие аспекты сотрудничества, а также открытие с нового учебного года новой кафедры по направлению производственный менеджмент в области нефти и газа. В рамках обменного проекта лучшие студенты вуза пройдут стажировку и обучение в других странах для более глубокого изучения своего направления и получения международного опыта. Итогом встречи стало подписание соглашения, по которому выпускники смогут стать обладателями двойных дипломов. Приятным сюрпризом встречи стало присуждение звания почетного профессора Райска ГМИ одному из прославленных ученых с мировым именем Карстену Дребенштетту. Военнослужащие Южного военного округа поддержат сегодня сборную России в игре с хорватами на чемпионате мира по футболу в полевом кинотеатре, развернутом на полигоне селения Тарское. Матч будут смотреть более трех тысяч человек. Это военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии. Ранее матчи чемпионата мира по футболу армейцы смотрели в постоянном пункте дислокации. Российская сборная сыграет с командой Хорватии в матче 1-4 финала чемпионата мира в Сочи сегодня, 7 июля, в 21 час по московскому времени. Осетинская спортсменка Ирена Хубулова вернулась из Москвы с золотом чемпионата Европы по дзюдо. На ковре чемпионата боролись около 700 юношей и девушек. По результатам соревнований отобраны спортсмены, которые в октябре представят свои страны на Олимпиаде в Аркентине. Ирена Хубулова все три встречи завершила досрочными чистыми победами. В финале с итальянской дзюдоисткой борьба продлилась всего 7 минут. За блестящую технику получила на чемпионате Европы звание мастера спорта по дзюдо. В копилке 17-летней спортсменки, золотые медали, кубки, грамоты. Секрет успеха в постоянных тренировках и в абсолютной уверенности достичь главной цели – стать олимпийской чемпионкой. В Москве состоялась встреча главы региона с эмиром Катаром. Цель визита шейха Тамима Бен Хамада Аль-Тани в столицу Федерации – изучение опыта организации чемпионата мира по футболу. Следующий мундиаль состоится в Катаре в 2022 году. Стороны рассмотрели организацию предстоящего визита делегации из арабского государства и в Ингушетию, в рамках которого республика представит потенциальным инвесторам ряд социальных и инвестиционных программ для сотрудничества. Мы ожидаем, что визит катарской делегации состоится уже в конце августа. В рамках двусторонней рабочей встречи мы запланировали обсуждение тех инвестиционных проектов, которые были презентованы республикой в Катаре в феврале этого года. У нас есть что предложить. В рамках встречи был также затронут вопрос финансирования строительства исламского комплекса в Магасе. По словам Эмира Катара, в скором времени в республику прибудет делегация для реализации данного проекта. Катару интересен опыт России, в том числе и регионов по развитию экономики в условиях санкций. Государство заинтересовано в том, чтобы закрепить двусторонние соглашения с Российской Федерацией проектами в различных сферах – социальной, экономической, туристической и культурной. «Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным, придаст динамику дальнейшему развитию отношений между нашими странами», – отметил Евкуров. Глава региона также поздравил шейха Тамима Бен Хамада Аль-Тани с пятилетием пребывания в должности Эмира и пригласил посетить республику, в том числе и с неофициальным визитом. Около 11 тысяч детей отдохнули с пользой для здоровья. Предварительные итоги летней кампании подвели в региональном правительстве. Вице-премьер Хусейн Зурабов доложил главе субъекта о том, что число отдохнувших в первую смену в стационарных лагерях составило тысячи ребятишек, в пришкольных – 9863. Сейчас в оздоровительных лагерях стартовала вторая смена. Особое внимание в нынешнем сезоне уделено профильности лагерных смен. Программы направлены на патриотическое воспитание ребят, популяризацию волонтерского движения, приобщение к здоровому образу жизни, развитие спортивных навыков и творческих способностей. Завершая встречу, глава субъекта отметил необходимость ограничить нахождение детей на солнце в связи с установившейся жаркой погодой. В офисе благотворительного фонда «Клуб добрых людей» в Назранин проведена очередная викторина под названием «Путь к донорству». В мероприятии принимали участие все, кто некогда сдавал кровь. Три команды оспаривали звание лучших знатоков в сфере донорства. Первое место учредители дали команде «Универсальные солдаты», второе место досталось сборной «Дорожники», а третье место заняли «Солнечные лучики». В ходе викторины все участники продемонстрировали хорошие знания темы и узнали много нового. По итогам состязаний были вручены дипломы и памятные подарки. Также всем участникам мероприятия было предложено заполнить анкеты. Викторина, по словам организаторов, проводилась на средства гранта президента России на развитие гражданского общества и нацелена на популяризацию донорства крови. Айшат Катеева, специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика Чеченская Республика, признанная регионом с самым чистым воздухом. Об этом сообщает Роспотребнадзор в своем докладе по итогам 2017 года. Согласно проведенному исследованию, Чеченская Республика, а также Магаданская область, названы регионами с самыми низкими показателями загрязненности воздуха. Суммарный показатель двух российских субъектов оказался равен единице. Регионом с самым загрязненным воздухом Роспотребнадзор назвал Бурятию, суммарный показатель которой равен 58. В тройку антилидеров также попали Хабаровский край и Иркутская область. Санкт-Петербург по уровню загрязнения воздуха занял четвертое место среди российских регионов, а Москва – 13. При составлении доклада анализировались данные проб воздуха с превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в городе и в сельской местности. В Грозном состоялся торжественный запуск сервиса краткосрочной аренды электросамокатов «Дили Самокат». В мероприятии, прошедшем в центре чеченской столицы, участвовали заместитель председателя правительства Чеченской Республики, председатель комитета правительства Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев, генеральный директор службы каршеринга, делимобиль Леонид Сысоев, представители инвестора и другие. По словам Муслима Байтазиева, сервис «Дили Самокат» открыт в Чеченской Республике в рамках популяризации активного образа жизни. Инвестиционный проект разработан с целью привлечения населения к активному образу жизни, который своим примером нам показывает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Дили Самокат» является удобным средством передвижения и простым в управлении. На сегодняшний день 120 электросамокатов доступны желающим воспользоваться сервисом в трех пунктах выдачи и возврата. Муслим Байтазиев отметил, что благодаря реализации этого проекта получено 17 новых рабочих мест. Отметим, что электросамокат весит 12,5 килограммов, позволяет развивать скорость до 24 километров в час и поддерживает заряд в среднем на 20-30 километров поездки. Для пользователей, уже получившего популярность Чеченской Республики сервиса каширинга, «Дили Мобиль», регистрация в «Дили Самокате» автоматическая. Камила Сайханова специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Дагестан Дагестану выделено в три раза больше, чем обычно средств на приобретение медицинских препаратов и контролировать их расходование следует в разы тщательнее. Об этом исполняющий главы Республики Владимир Васильев заявил на еженедельном совещании. Речь также шла о туристической индустрии и проблемах ее развития. К 17 августа все образовательные организации должны подтвердить готовность к новому учебному году. Об этом заявила на совещании в режиме видеоконференц-связи с главами муниципальных образований Республики, заместитель председателя правительства министра образования и науки региона Ома Пазель Амарова. Участники встречи обсудили вопросы готовности общеобразовательных организаций к новому учебному году, достижения показателей по заработной плате педагогов, обеспечения жильем детей-сирот, реализацию проекта «100 школ». Ома Пазель Амарова отметила необходимость создания комфортных условий обучения во всех учебных заведениях Республики и поручила главам муниципалитетов лично контролировать работу в этом направлении. Обсудили ход подготовки школьных зданий к новому учебному году. Специальная межведомственная комиссия будет проверять готовность образовательных организаций к приему детей 1 сентября. В ее состав войдут сотрудники Миноборнауки, Роспотребнадзора, МВД и Главного управления МЧС России по Республике. Пути решения проблем виноградарства в Республике обсудили в Дербенском районе. Делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия осмотрели виноградники, находящиеся рядом с селом Гиджух. Осмотрев территорию, руководитель ведомства Абдул Муслим Абдул Муслимов заверил, что будет оказана посильная помощь в решении проблем, с которыми на этапе реализации продукции сталкиваются предприниматели. Подробнее об этом говорили уже на совещании с участием глав шести виноградарских районов, руководителей виноградарских хозяйств, фермеров и представителей перерабатывающих предприятий. 7 июля в Национальной библиотеке пройдет открытие выставки «Искусно сотканный ковер», посвященный творчеству Ханбича Хаметовой. В первом разделе экспозиции будут представлены книги, вышедшие в Дагестанском книжном издательстве на лесбинском языке. Во втором – сборники стихов поэтессы на русском языке. Отдельный раздел посвящен литературе о жизни и творчестве Ханбича Хаметовой. Бедельница Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Власти Кабардино-Балкарии начали подготовку к проведению мероприятий, приуроченных к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Корреспондент ГТРК Кабардино-Балкария Светлана Афаунова побывала на заседании Оргкомитета. В Доме правительства глава республики Юрий Коков провел совещание, на котором высказался за дальнейшее наращивание усилий по всесторонней поддержке ветеранов в боевых действиях. Мы должны со всем уважением отнестись к предстоящему юбилею. Через Афганскую войну прошло свыше полумиллиона советских солдат и офицеров. Более 1800 из них – жители Кабардино-Балкарии. Из них 54 человека погибли, свыше 300 умерли от полученных ранений и болезней, подчеркнул глава республики Юрий Коков. «Необходимо сделать все, чтобы предстоящие памятные мероприятия прошли достойно и запомнились жителям республики, стали важным звеном патриотического воспитания», – сказал Юрий Коков. Слово председателю управления Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов» Тимуру Тхагалегову, участнику совещания. Я хочу сказать, что эта страница, хотя и трагическая, для нас, афганцев, все-таки это то время, когда мы были молодыми ребятами. В то время, когда хотелось жить, хотелось радоваться жизни. Хоть и не всем довелось, к сожалению, после войны у нас ушли из жизни более 300 человек. По статистике это получается, что у нас в мирное время от полученных ранений, травм уходит из жизни больше, чем во время войны. И вот хотелось бы сказать, что когда говорят, что была правильная, неправильная война и все прочее, конечно, это обижает наших ребят, конечно, им это неприятно. Но мы не обускаем голову, не обускаем руки. Мы продолжаем жить в реальном времени. Мы понимаем, что сегодня надо заниматься нашей молодежью, нашими детьми, заниматься патриотическим, духовно-нравственным воспитанием. Очень много работы сегодня. Союз проводит не только в городе Найчки, но и в районных отделениях. Мы открываем мемориальные доски в честь наших погибших товарищей. Мы проводим различные мероприятия с призывниками, со школьниками, со студентами. Участвуем во всех республиканских и городских мероприятиях проводимых. Кроме этого, разрабатываем свой план мероприятий. Мы отмечаем не только тех ребят, которые служили в Афганистане, но и ветеранов боевых действий. Тех, кто защищал город Нальчик. В 2005 году в нашей организации состоят ребята. Есть ребята, которые в Южной Осетии воевали. Мы открывали памятник Шадову в Терике, в городе Терике, погибшему в Южной Осетии. Это был миротворец, парень погиб там. Ну и здесь уже по республике, значит, практически все школы мы распределили между ветеранами. И проводятся там мероприятия, посвященные военно-патриотической направленности, уроки мужества, памяти павших будем достойны. Различные конкурсы. Ежегодно проводим турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный дню вывода войск из Афганистана. В следующем году, к 30-летию, мы будем уже проводить с участием команды из КФО большой турнир будем проводить. В каждом районе, в памяти погибших наших ребят, проводятся различные турниры по волейболу, по баскетболу, по футболу. В августе мы будем проводить соревнования по картингу на арт-кале. Мы тоже ее приурочить хотим к 30-летию выполнения боевой задачи и вывода советских войск из Афганистана. Кроме этого, есть и социальный блок вопросов. Очень важно, кстати. Да. И хотелось бы, вы сказали, что мы сегодня встречались с главой. Хочу поблагодарить Юрия Александровича Кокова за то внимание, которое он уделяет ветеранам боевых действий. И мы согласовали план подготовки и проведения в Кабардино-Балкарской республике мероприятий, посвященных выполнению боевой задачи и вывода советских войск из Афганистана. В этом плане, вот, это социальная поддержка боевых действий ветеранов. Значит, у нас есть категории, это семьи погибших, это инвалиды, это есть вдовы, есть и ветераны, которые сегодня оказались в сложной жизненной ситуации. Ну, к сожалению. На 25-летие мы, допустим, 135 семей смогли вот охватить и оказать помощь. Размеры разные были в зависимости от нуждаемости от 10 до 30 тысяч. Единовременная помощь была? Да, единовременная помощь была всего на 1 миллион 550 тысяч. Думаю, что в этом году тоже надеемся, что сумма будет не меньше и мы сможем охватить столько же хотя бы семей, чтобы поддержать, помочь этим людям, тем, кто действительно сегодня нуждается. Это очень такой важный момент. Кроме этого, мы достраиваем начатое еще в 90-е годы недостроенный дом. Мы нашли инвестора, заключили договор и вот сейчас близится к концу строительства. По завершению 50 семей наших ветеранов получат квартиры. Фермеры Ордонского района Северной Осетии делают ставку на животноводство. Более того, корма для животных выращивают сами. Объединившись в кооператив, они получили дополнительно 100 гектаров земли. Укрупнение предприятия позволит сократить расходы и увеличить прибыль. В фермерском хозяйстве побывал корреспондент ГТРК Алания Аслан Бугазов. Эти рулоны сена, как золото в слитках, цветом похожи. И для фермерского хозяйства ценный ресурс и стратегический запас. Корма высшей пробы, рассказывает фермер Тамерлан Кубаев. Это поле засеяно двумя культурами сразу. Гороха вез сена, она насыщена белком. После него разнотравие мы на лугу косим. И скотина отказывается его кушать после него. Разнотравие отказывается в пользу гороха и овса, да? Да, разнотравие они отказываются. Вкусно и питательно? Это очень вкусно и питательно. С поля рулоны, каждый весом до 400 килограммов, отправляются на хранение. Это сельхозпредприятие совсем недавно начало заниматься откормом крупного рогатого скота. До этого специализировались на выращивании картофеля и кукурузы. Расширять направление деятельности выгодно уверены на этом предприятии. В перспективе у нас есть задумки, чтобы перейти и на молочное стадо. Если все нормально бы сложится, обязательно молочное стадо еще мы приобретем. В августе месяце у нас начнется закладка силоса. Кормобаза будет своя соломой, бардой мы не кормим скотину, как вы сами видите. Хозяйство, которое объединит растениеводство и еще одну отрасль животноводства, будет крепче стоять на ногах и эффективнее работать. Как раз к такой форме работы призывают фермеров республики. У нас животноводство на сегодняшний день является немного в отсталом положении. И каждый вот такой результат для каждого хозяйства, для каждого района имеет значимое дело. Это фермерское хозяйство еще и пример того, что называют социальной ответственностью бизнеса. Эти предприниматели не отказывают в помощи району. Когда они осенью начинали убивать картофель, мы обращаемся. Для детских саводовских школ они не менее 10 тонн обычно предоставляют. И естественно мы просим их, чтобы помогли больным, старикам, пенсионерам. Они в селе взяли на попечение этих возрастных людей и всегда они помогают. Сейчас у фермеров более 50 гектаров площадей подкормовой культуры. В августе они засеют поле люцерной, тоже питательный корм. Перспективы развития хозяйства наглядно видно. Сейчас здесь 80 телят. Между тем, этот коровник рассчитан на 400 голов. И в конце сентября он будет заполнен. Радиожурнал «Зори Кавказа». Руководитель Департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Костюкевич в неформальной дружественной обстановке во время рабочей поездки в Дагестан поделился с молодыми людьми спецификой молодежки ОНФ и ее особенностями. С подробностями корреспондент ГТРК «Дагестан» Камила Макаева. Дагестан в рамках поездки по Северокавказскому федеральному округу посетил руководитель Департамента молодежных проектов Общероссийского народного фронта Игорь Костюкевич. Он встретился с командой молодежки ОНФ Республики, а также с представителями студенческой молодежи, активистами волонтерских и патриотических организаций, лидерами молодежных общественных объединений Республики. Напомню, что молодежка ОНФ была создана в августе прошлого года и на сегодняшний день объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране. Молодежка Общероссийского народного фронта и Департамент Общероссийского народного фронта создан с целью объединения усилий молодежи и, наверное, направленных на реализацию каких-либо добрых дел. То есть ребята, которые участвуют в командах молодежки ОНФ по всей стране, это те люди, которые не ждут перемен каких-то муниципального уровня, берут и делают. То есть это люди, которые закручиваются, наверное, на деятельном патриотизме. Меньше слов, больше дела. Наверное, вот я бы сказал, это основная цель, это основной девиз. В общем-то, еще люди у нас, которые в наших проектах принимают участие, они не тщеславные. Они не делают зачастую это для себя, а может быть, потому что так должно быть. Потому что все-таки у государства российского, у людей, которые живут в этом государстве, строят это государство, есть в определенной степени свой особенный культурный код с таким шармом, вы знаете. Именно культурный код. Культурный код, наверное, в формате патриотизма. То есть культурный код в формате любви, флагу, гимну, к стране. И зачастую слово «русский» – это уже, наверное, нарицательно. Не важно, кто ты по национальности, важно, что за рубежом, в служебных командировках, на футбольных матчах. Ты все равно русский. Вот это, наверное. И все это объединяет молодежка Общероссийского народного фронта. И, знаете, выход очень-то простой здесь. Что такое молодежка Общероссийского народного фронта? Да мы народная молодежка. Мы народная. То есть и смотрим на вещи по-народному. Этим летом впервые за историю Общероссийского народного фронта в Калужской области пройдет лагерь молодежки Общероссийского народного фронта. В нем примут участие до 200 человек. В формате школы выживания будут активно прорабатывать тренинги и воспитывать две категории членов команды. Одна – лидеры. Вторая – специалисты по работе с общественностью. Совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, молодежка ОНФ примет участие в организации проведения международного молодежного образовательного форума «Евразия», который пройдет в Оренбургской области с 4 по 10 сентября. По словам руководителя Департамента молодежных проектов ОНФ, на него поедут порядка 200 представителей молодежки ОНФ. «Мы хотим представить на форуме ту молодежь, какая она сегодня есть, со всеми плюсами и минусами», – отметил Игорь Юрьевич. То, что касаемо Северного Кавказа, хочу отметить следующее, что первый-первый молодежный форум молодежки ОНФ прошел у нас в прошлом году в Ставрополе по инициативе ставропольских коллег. То есть они говорят, мы хотим поговорить с молодежью. И мы собирали предложения через социальные сети, и было столько народу, ну, они вышли в реальность, сколько наши ставропольские коллеги и не думали. То есть огромный зал, огромный университет, не хватило места, люди стояли между рядами, доставлялись дополнительные стулья. Я говорю, как? Я говорю, ну вот, мы работали с учетом социальных сетей. Была такая история. Поэтому, если вдруг в Дагестане захотят провести региональный сначала форум молодежи, здесь мы готовы, идеи интересны. Игорь Костюкевич отметил работу наиболее активных ребят команды молодежки ОНФ в Дагестане. Вручил им благодарности и памятные подарки – часы со специальной гравировкой – за особые заслуги. Радиожурнал «Зори Кавказа». Нуждается ли Россия в шелководстве? В советское время коконосушилки на Ставрополе существовали в 16 районах. Кокон отправляли на переработку в Молдавию. Со временем связи распались. Но потребность в шелковой нити не исчезла. Она имеет широчайшее применение в разных отраслях. Специалисты единственной в России железноводской научно-исследовательской станции «Шелководство» утверждают, что нужна масштабная программа по развитию. Корреспондент ГТРК Ставрополя Татьяна Рубан побывала там, где шелкопряда холят, лелеют и даже выводят новые сорта. Сама научно-исследовательская станция в поселке Иноземцево мало похожа на научные учреждения. Скорее на сельскохозяйственные цеха, вблизи плантации «Тутовника». Если сказать упрощенно, здесь в гусениц помещают специальные ящики с ячейками, и они вьют коконы. Научный сотрудник, ученый-секретарь Елена Евлагина провела меня по производственным участкам. У нас вот в свое время, за время работы станции, выведены собственные породы шелкопряда. Собрана уникальная коллекция с 35 пород со всех стран мира. Для чего собраны? Для селекции, выведения новых пород. Их надо каждый год обновлять. Спарили бабочек, получили грену. Грена хранится в холодильниках весной. Опять мы ее достаем. Выкормка, опять спаривание, опять вот грена. Грена – это кладка яиц «Тутового шелкопряда». Работа ручная, кропотливая. Но если уж кто привязался к ней, то надолго. Мария Федоровна Евличенко 80 лет. Когда пришла работать лаборантом, уже не помнит. Очень давно. На таких, как Мария Федоровна, все и держится, говорит директор научно-исследовательской станции Василий Богословский. Специалистов взять негде. Сейчас налаживает связи со Ставропольским государственным аграрным университетом. Решили в стране объединять науку с производством. Пожалуйста, присылайте студентов. Научим, покажем. Дело это нужно, считает Василий Васильевич. Без продукта жизнедеятельности шелкопряда не обойтись ни в оборонной промышленности, ни в медицине, ни в косметологии. И момент подходящий. В Китае, крупнейшем в мире производителе шелка и сырья для него, произошел отток населения из районов, где производилась основная масса коконов. Все перерабатывающие предприятия, они остановились. За сырье всегда была битва. Целые страны остановились. Из Азербайджана, например, уже 4 года не можно приобрести по приему для себя цене эти коконы. И в Средней Азии они стоят, и в Таджикистане, и в Узбекистане. То есть спрос безграничный. К тому же коконы – это продукция без срока годности. Но сразу взять и наладить их производство не получится. Для шелкопряда нужен корм. А это целые плантации, тутовника, на выращивание которых требуется время. Вот здесь и нужна была бы помощь государства, региональной и местной власти, как в программе развития интенсивного садоводства. И заняться шелководством есть кому, уверен Василий Богословский. Мелкотоварные производители, которые в нескольких гектарах земли, они обычно или бахчу выращивали раньше, или птиц. А сейчас они попали в такую ситуацию, что перепроизводство всего. Они ищут просто новые способы занятия. Вот это целевая аудитория, одна из которых может, собственно говоря, заниматься шелководством. Тут не обойтись без пропагандистской кампании. Нужно объяснить людям, что производство коконов занятие выгодное. Для выращивания и возделывания плантации есть много приспособлений малой механизации. И кредиты для производителей дешевеют. Ведущую роль в реализации продуктов производства должна взять на себя сельхозкооперация. В общем, программа, предлагаемая учеными, грандиозная. Но вовсе не обязательно ждать, когда ее воплощением займутся в масштабах страны. Археологические раскопки и исследования на территории Чеченской Республики, как и во многих других регионах, проводятся в разные годы различными экспедициями. В 90-е годы 20-го столетия это было частым явлением. Отметим, что одним из крупных достижений северокавказской экспедиции было признание того, что именно с палеолита в Чечне, как и в других сопредельных областях Кавказа, начался культурно-исторический процесс. К сожалению, многие территории еще не изучены. В определенный временной отрезок наблюдался некоторый спад. Тему продолжит корреспондент ГТРК о войнах Асламбек Атуев. В Натеричном районе Чеченской Республики в окрестностях сел Братское и Гвардейское начались исследования археологических памятников в зоне строительства магистрального газопровода «Моздок-Грозный». По разведочным данным здесь выявлено более 80 подлежащих изучению объектов историко-культурного наследия, курганов, относящихся, судя по предварительным сведениям, к нескольким историческим периодам от эпохи Бронзы до раннего Средневековья. О больших раскопках, которые должны в результате тщательного изучения пролить свет на многие события прошлого, рассказывает старший научный сотрудник Центра археологических исследований Академии наук Чеченской Республики Рашид Мамаев. На подкурганном катакомбре могильнике 3 века н.э. усиления Братское обнаружены керамические сосуды разных типов, миски, горшки, кувшины, кружки, в том числе с выразительными заморфными ручками, то есть ручками, имеющие очертания животных. Украшения, бусты, бисеры, разные фибулы, позволяющие более точно датировать погребение. Также найдены образцы оружия, в том числе и длинный всаднический меч и несколько кинжалов. В другом круганном могильнике эпохи Бронзовой около селения Гвардейска были обнаружены несколько керамических сосудов и наиболее интересные каменные изделия, то есть сверленные шлифованные топоры эпохи Бронзовой. Работу планируется осуществить в течение июня-августа текущего года. Несколько экспедиций, представляющих соответственно научные центры Махачкалы, Москвы и Грозного дюйм за дюймом, бережно вскрывают предметы, свидетельствующие о прошлом многих поколений. В них также участвуют сотрудники Волгоградского государственного университета и института истории Владикавказа, Крыма и других научных учреждений страны. Раскопана значительная площадь могильника, занятого под курганами катакомбами раннего этапа аланской культуры, относящихся к третьему веку нашей эры, селения Братска. Параллельно начались исследования курганов эпохи Бронзовой селения Гвардейска. В археологических работах принимают участие студенты первого курса исторического факультета Ченского госуниверситета, проходящие археологическую практику при экспедиции. Начавшиеся раскопки уже принесли интересные археологические материалы третьего века нашей эры, относящиеся к древностям раннего этапа аланской культуры Северного Кавказа, впервые выявленными в этой зоне Среднего Терека еще в начале 60-х годов прошлого века археологами Северокавказской археологической экспедиции. Выводы о результатах и археологических раскопах будут сделаны по завершению исследований. Стоит, однако, напомнить, что раскопки подобного масштаба проводятся на территории Ченской республики впервые за последние несколько десятилетий. За время начала раскопок количество найденных курганов и памятников увеличилось вдвое, но и того, что найдено, достаточно, чтобы написать десятки научных трудов, которых с нетерпением ждут все, кто хочет знать свою историю. В Париже прошли Дни ингушской культуры. На одной из центральных площадок Европы с большим успехом выступили лучшие артисты из Ингушетии, рассказывает корреспондент ГТРК Ингушетия Амадина Оздоева. Дни ингушской культуры проходили в Российском центре науки и культуры в Париже. Организаторы в этот раз выбрали масштабы побольше для того, чтобы вместо хватило всем – народным мастерам, художникам, ремесленникам, актерам, артистам, которые приехали на праздник искусства буквально со всех уголков мира. Здесь всем было где, а главное, что показать. Народные таланты смогли удивить самых искушенных зрителей Парижа. Дух Родины, он даже мертвого поднимает. Актеры сегодня именно так и сработали очень хорошо. Я благодарю именно актеров, я благодарю художников, я благодарю тех, кто все-таки способствовал тому, чтобы они приехали сюда. То есть вы все вместе. Мы росли на песнях «Лом», и благодаря этим песням и вообще книгам, которые как-то достались от папы, от мамы, язык не забывают. Эдельгерия Дербичев – художник, приехал из Норвегии. Свои картины он пишет по мотивам произведений Джаландина Индзеева, рассказывает министр культуры и архивного дела республики Малет Газдеева. Две работы из его частной коллекции были подарены музею, которые в скором времени, я думаю, мы сможем показать в залах нашего музея изобразительных искусств. Конечно же, художник уникальный, и то, что он вызвался приехать и принять участие в совместном проекте, ингурском проекте в Европе, для нас это очень важно. Где бы ни было наши соотечественники, они не забывают свои культуры, своих корней, своего языка, и поэтому я считаю, что это очень важно. Выступление Осет Калоевой было по праву отмечено одним из самых ярких. Архивистка поразила присутствующих своим музыкальным талантом и виртуозной игрой. Несмотря на то, что это достаточно сложный музыкальный инструмент, Осет добилась хороших успехов. Она является лауреатом различных международных конкурсов. Я очень был поражен такой презентацией, потому что я сам очень люблю музыку классическую, я владею магазином арфы, и меня это очень впечатлило. Я очень хочу сказать большое вам благодарность за то, что вы сумели это так хорошо-хорошо организовать. В торжественной церемонии открытия Днинингурской культуры в Париже приняли участие сотрудники посольств и представительства ЮНЕСКО, преподаватели университета Париж-Сарбона, представители французских культурных ассоциаций, художественных агентств, более ста человек. Здесь же состоялась презентация экономического потенциала Республики Ингушетия. Нам нужно развивать экономику, в том числе подтягивать французов, и я думаю, что было бы неплохо, если бы Ингушетия представила свой экономический, инвестиционный потенциал в Ингушетии. И здесь, я думаю, и наш посол Алексеевич Мешков, и посольство, и торпредство, другие российские загранные учреждения могли бы оказать неоценимую помощь, мы бы могли у себя, даже посольство, на нашей площадке провести презентацию региона. Гости также смогли оценить чай перед творогом и картошкой, галушки с мясом, другие блюда и кондитерские изделия. Мастер-класс дал народный художник Республики Мусам-Артазанов. Пробные наброски в особой технике и в национальном стиле. В качестве подарка с частичкой души участники уносили с собой с пожеланиями на долгую память. И так красиво это было сделано, выполнено, что очень многие французы, парижане, когда им говорили, что это дарится бесплатно, не соглашались их брать только как бы за оплату и требовали, чтобы у них за это взяли определенную сумму. Поэтому я пользуюсь случаем благодарю Мусу за такое настроение и за такой позитив, который он внес в это мероприятие. Подобная акция во Франции состоялась уже во второй раз. В будущем наша республика будет развивать в Париже деловые отношения. Радиожурнал «Зори Кавказа». Друзей соберу за столом, сразу станет светлее мой дом. Раскидала по свету жизнь нас, а сегодня пробьет встречи час. Будет долгим у нас разговор. Много раз вспомним наш старый двор, вспомним нашу беседку и сад, Тот, в котором шумел листопад. Ничего нету дружбы сильней, никого нет вернее друзей. Друг не бросит тебя никогда, с ним любая беда не беда. Только друг тебя сможет понять, и таким, какой есть, ты принять. Только с ним твоя радость вполне, об невзгод берегите друзей. Субтитры подогнал «Симон» Вспомним мы тех, кого рядом нет, Всех, кого согрела дружб и свет. Кто в беде свою руку давал, И не раз от нее нас спасал. Будут звезды сиять за окном, А друзья вспоминать о былом. И часы, как мгновенья лететь. Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями творческих успехов, спортивных достижений, мира и благополучия Мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне подняться. На гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При Брусе огромный... И сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам. Радио «Ингушетия». Высокогорный юг и равнины. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовая водопада. Примите наш привет. В эфире «Ставрополье». Радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе.